Мой город моря Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Русская Рыбалка 3 С вами снова я, Коросли И вот-вот должно выйти обновление Мне задают вопросы многие Что, да как, откуда, почему Ну, короче, вопросов много разных Так, начнем, пожалуй, с того, что Вот с такого вопроса, почему Наверное, на нем и закончим Почему вы считаете, что ремпакеты подорожают И так далее Так, объясняю вам Давайте вот сначала разберемся вообще Что за обновление грядет А вот уже буквально осталось немножко Во-первых, что хотелось бы вам показать Так это то, что у нас осталось очень мало времени Смотрите, вот у нас рыба, да Ну, это уже все видели Его сначала сделали, потом убрали Потом опять повесили Вот-вот-вот оно Это все рыбы, которые добавились Новые Раньше у нас было, помните, сколько рыб, да 600, там сколько-то Уже 35 или 36 рыб, короче Что-то в этом вот диапазоне добавилось Дальше поехали Рыбы, то есть, уже есть Статистика сервера, заходим Статистика севера Регулярные посещаемые водоемы Это уже давно известно Уже много времени Смотрите, у нас добавились два водоема Побережье Чили и Патагонское озеро Ну, Патагонское озеро Это Патагонское озеро Это одно Конечно, его чудом света не назовешь Но для меня, как бы, это как бы немножко и чудо света Потому что место очень красивое История у него очень богатая У этого места Когда-то давным-давно высота над уровнем моря Там была очень большая Что-то около 600 километров Что-то такое точно сейчас не скажу И потом прошло много-много-много лет Там прорвало Где-то что-то все впало Куда-то в реки И вода вот так вот упала низко И Патагонское озеро Сегодня является таким вот Очень красивым Красивой достопримечательностью Южной Америки Вот так вот там красиво, смотрите Это Патагонское озеро Какая там водится рыба Я не знаю Данную информацию я не наюзал И как бы никогда не интересовался Какая рыба там водится Просто мне всегда нравилось это место Место, конечно, очень красивое Патагонское озеро Вот здесь вот она пробила И вытекла Так, ну это Патагонское озеро Теперь дальше Что еще нам водят? Нам водят еще и побережье Чили Чили это такая республика Правильное название республика Чили Находится она у нас Вот на юго-западе Южной Америки Такое вот оно Длинное государство Республика Чили И что в нем интересно Омывается оно с двух сторон Здесь вот оно South Pacific Ocean А здесь у нас уже Холодненькая водичка пошла Поэтому вполне возможно Что рыба будет очень разнообразная Но есть такой Интересный момент Сейчас я вам его продемонстрирую Смотрите Вот это побережье Чили Вот это чем славится Побережье Чили Побережье Чили славится тем Что туда почему-то любят Выбрасываться киты Вот у них какая-то фишка Там постоянно выбрасывают Там очень много китов Короче говоря Разработчики открывают нам Еще одну новую Локацию Где будут очень много китов Вот так вот Это что еще такое Усыпано мертвыми Что это Креветки Ну вот смотрите Там еще и креветки будет много Давайте почитаем статью От креветок Да То есть еще и Наживка там какая-то будет новая Внесут ли новую наживку В игру Обязательно я думаю внесут И дальше Раз Нам открывают локацию С большими рыбами А тут будет очень много Очень много разнообразной рыбы На Чили Значит вполне возможно Вполне вероятно Добавят нам еще и Закройся пожалуйста Добавят нам еще и новые удочки Что произойдет когда внесут Вот теперь начинаю отвечать на вопрос Это все было прелюдия Это все было лириком Начинаю отвечать на вопрос Когда внесут новые удочки Будет все как всегда Есть люди Которых Есть наличка И они купят себе Эти удочки Есть люди Которые барыжничают Они на готове сейчас С валютой Ни для кого не секрет Что Многие торгуют валютой И они валютой Наторговали игровой И у них сейчас есть рубли Они готовы выкупить Удочку И новый шмот Который зайдет Как только новый шмот заходит По крайней мере у меня Человек Ну 13-15 знакомых Есть которые уже готовы Выкупить новую уду Сразу И тут же ее продать И так же у меня человек 20 друзей Есть Которых Там по 20-30 миллиардов Припасено И они будут готовы У этих ребят Сразу перекупить Новую удочку На 4000 килограмм К примеру Если ее внесут Что произойдет дальше Казалось бы Ну почему Ремпакеты Подорожают Ведь в этот момент Они будут Как-то если пополнять Свои запасы Валюты Например им не хватает Там 200-300 миллионов Они быстренько купили Ремпакет И быстренько его скинули И получается Ремпакетов будет много И цена на них Начнет падать Вот в принципе Правильная логика Да здесь все правильно Так и будет Ремпакеты в первые дни Они будут нестабильные Цена будет на них Так или иначе Понижаться Повышаться Но вполне возможно Она будет держаться Возле низкой отметки Какой-то Может быть до 95 Миллионов Она упадет Может быть до 90 Я не буду называть Точные цифры Потому что это все Анализировал так вскользь Мне некогда этим заниматься Дальше что произойдет С ремпакетами Смотрите какая будет Обстановка в игре Люди понакупали Удочки На 4000 килограмм Но они всегда Ими рыбачили Точнее Другими удочками рыбачили Они всегда рыбачили И тратили Деньги на ремпакеты Так и будет Но Появятся и те Кто не рыбачил На такие удочки И вдруг им по дешевке Достались 3000 Они сейчас Вполне возможно На них хопят И Короче говоря Где-то на 20% На 15% Увеличится Количество тех Кто рыбачит На большие удочки Тяжеловесов Станет больше А значит Нужда в ремпакетах Увеличится Но Как вы помните Наши ремпакеты Уже все купили У кого были налички Они купили их Во время обновления И Продали уже По дешевке Выставили И вот появляется Нужда У людей уже Не так много налички Которую они привыкли Впихивать в игру Чтобы покупать Ремпакеты А ремпакеты Кончаются А потребность В ремпакетах Увеличилась И вот Ремпакеты Начинают потихонечку Расти Они вырастают К примеру Ну Допустим До 110 До 120 Миллионов До 120 Миллионов Если они вырастают То вниз Они уже не пойдут Ребята Почему Потому что Пришла новая удочка Потому что Открыты новые локации Там Удочка 4 тысячка Будет оправдываться А у нас в игре Очень много тяжеловесов Зайдите просто Хотя бы на побережье Камчатки На Китовую бухту Вы увидите Сколько там сидит людей И у них у всех Есть 3 тысячки Теперь у них будут 4 тысячки И они будут сидеть На побережье Чили Если там будут Большие рыбы Вполне возможно Есть такой вариант Что Побережье Чили Это будет Что-то среднее Между этим Как и в Гренландии И Камчаткой Вполне возможно Да Может быть На Камчатке Оставят самых больших китов Никто не знает Кстати Самые большие киты Водятся Наверное Не на Камчатке А Кашалоты Тяжелые рыбы Они продолжают Ловить уже на 4 тысячки Они зарабатывают Намного больше И само собой Ребята Само собой Они будут уже покупать Ремпакеты И за 120 миллионов Потому что Они их будут оправдывать Поэтому цена На Ремпакеты Так или иначе Будет повышаться Дальше Что вам скажу По удочкам Конечно же Удочки будут Расти в цене Не из-за того Что Дальше Объясню вам Ситуацию с финансами Как вообще Происходит Падение И обесценивание Валюты Падение цены И обесценивание Валюты Чем больше Будет валюты В игре самой Чем ее больше Тем выше Будут цены Потому что Денег Вот как станет Тут всего 3-5 купюр Тогда все Цены Цены Такие и будут Там Продается армада За одну игровую валюту Потому что Больше нету Другой валюты Но ее сейчас Этой валюты Тут очень много Очень И цены Просто так На них растут Потому что Потому что Много валюты И все Они знают Что деньги За это все Будут выкладываться Поэтому удочки Вырастут в цене Так или иначе Держать сейчас Свои деньги В деньгах Это Это вообще Просто глупо Нужно все деньги Вкидывать Конечно Как можно больше Покупать товара И держать их в товаре Но конечно Не брать за самые Дорогие цены Вот еще недавно Совсем Тюна 2000 Стоил 1.4 Сейчас уже 1.6 То есть уже Можно было бы Здесь навариться Но кто успел Тот успел Кто не успел Тот не успел Вот смотрите Есть За 1.4 Риллиарда Пожалуйста Можно сейчас ее выкупить И Впоследствии Когда она снова Станет Будет стоить 1.6 200 миллионов 200 миллионов Просто заработать Что туда пойдет На эти удочки Конечно Какие крутые Какие крутые новые рыбы Ловятся А раз новая рыба Ловится Какая-то крутая То удочка С этой рыбой Она будет в цене Они прицепили хищника Не выпала Эта рыба Что делать Все Все наверное Опять меня поняли Что еще будет повышаться В цене Вот эта штука Будет тоже повышаться В цене Их сейчас здесь Много очень стоит Видите Очень много Ну вот они будут Повышаться в цене Потому что люди Начнут чистить Свои удочки Чтобы Выпала та рыба Которая нужна Они будут Перепродавать Свои удочки Очищать Римпакет Очищать с них Руны свои Очистили руны Свои Продали голую удочку Те руны Поставили на другую удочку Очищалки Будут тоже повышаться В цене В любом случае Очищалка Будет расти Конечно В первое время Тоже будет колебание Потому что Многие будут Вкидывать Деньги Наличку В очищалке И продавать Их будут Кто-то через Барахолку сам Через онлайн барахолку А кто-то будет Сидеть на клязме То есть Ну Вариантов много Но первое время Будет колебание Но потом она Немножко поднимется Когда начнется это втыкание Вытыкание Рун В принципе Это все Что я хотел сказать Ответить вам на вопрос Чтобы просто Ну не объяснять Много раз Будут ли Другие шмотки Введены Я думаю Что Какая-то одна шмотка Будет введена Либо какие-то новые перчатки Либо может быть Поезд еще какой-то новый Либо еще что-то О чем я даже Не догадываюсь Может быть еще какая-то Фича от них Новая будет Не знаю Но То что будет Что-то Это факт Будет ли новая наживка Я считаю Что будет А как будет На самом деле Не знаю Но вполне возможно Что они введут Новую наживку Так как Патагонское озеро И побережье Чили Они просто требуют Того чтобы появилась Какая-то новая наживка Что вам еще сказать Наверное больше Ничего не скажу Много интересного Можно рассказать Про Чили Сами погуглите Узнаете Место очень красивое Очень интересное Эту республику Не раз Долбили Хотели забрать Вот смотрите Что тут происходит А это Италия Котики Выбрасывались Ну все Ребят На этом будем прощаться Я очень скоро уезжаю И меня не будет Поэтому вполне возможно Что я не дождусь Обновления Завтра я уже тоже Опять уеду Меня не будет Возле компьютера А потом я вообще Улечу в другую страну И короче говоря Встречайте обновление Наверное Без карасяли А приеду И посмотрю Что тут происходит Очень жалко Конечно Хотелось бы Увидеть это все Так как денег У меня нет Я не наварюсь Ни на чем Но Эх Не судьба Ладно ребят Все Всем пока Мой город У моря Мы далеко Но не одни Небо Небо Сроем С головою Ланя Всток Мы твои Субтитры сделал DimaTorzok